Привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как и всегда, Мак Грубер. И это обзор коллекционной книги о жизни Майкла Джексона. Эту книгу я приобрел в замечательном городе Бостон. По цене практически 50 долларов. Я даже не знаю, честно говоря, сколько здесь бы стоила эта книга. Итак, давайте теперь рассмотрим ее. Это, на самом деле, коробка. Я сразу извиняюсь за то, что камера плавает, потому что снимать это на штативе очень тяжело, потому что книга действительно очень большая. Я хочу показать как можно больше. Нам на протяжении всей книги будут попадаться вот такие вот кармашки, в которых будут содержаться всякие брошюры с интересной информацией. Ну что ж, поехали. Нас ждет заглавление. Книга на 128 страниц, полностью на английском языке. Это и так понятно. И первое, что мы видим, это вот стену, которая просвещена Майклу Джексону, как мемориал, стена-мемориал. Это само место, где родился Майкл, его братья и основание группы Джексонс 5. Я, извиняюсь, если я быстро переворачиваю страницы. Если что, вы нажмите паузу, просмотрите. Кстати, первая попытка залить это видео не удалась. Оно было на 20 минут, и YouTube мне выдал информацию, что видео невозможно воспроизвести из-за его длины. Я, честно говоря, не понимаю, что это значит. Но, скорее всего, это, наверное, что-то связано с либо размером файла, либо что. Здесь показана нам вся цепочка, все генеалогическое дерево семьи Майкла. Еще тогда молоденькая Шер. Майкл, конечно, в молодости был прямо человек-микрофон с этой причёской. Братья Джексона, видите, были не только замечательные певцы, но они еще и играли в каких-то мюзиклах, спектаклях. Здесь уже потихоньку показывают его сольную карьеру, когда он начал. Надпись «Всего, до чего он прикасался, превращалось в золото». Походу, так и есть. Женщина, которая кружала Майкла Джексона. Интересная фотография. Здесь у нас с Полом Маккартни тоже делик. Какую-то девушку. А здесь уже с Тепп просто вместе общаются. И друзья, и соперники. Интересный факт. Я не знал. Оказывается, основной саундтрек и музыку написал Майкл Джексон к фильму «Ити», «Инопланетянин». Режиссер Растиана Спилберга. Я вот, например, этого не знал. Здесь уже показано его дебютный альбом. Триллер. Обратите внимание. С каждой иллюстрацией лицо Майкла и кожи все белее и белее. Его писанина, Билли Джин. Один из главных хитов под тем временам. Его почерк. Все в оригинале. Зимитая перчатка с бриллиантами. Как говорят. Опять же, песня пилит. Еще раз извиняюсь за качество, если рука гуляет. Потому что очень тяжело и перелистывать, и держать камеру. Письмо Рональда Рейгана в обращении к Майклу Джексону. Знаменитый триллер. Конечно, клип по тем временам просто был сумасшедший. С ним сейчас довольно хорошо смотрится. Знаменитый хит «We are the world, we are the children» Был написан Майклом Джексоном за одну ночь. Софи Лорен. Да, я помню эти слухи, что Майкл Джексон живет в баре-камере. Фотография с какой-то обезьяной. Диана. Прошу прощения, принцесса Диана. Это интересная вещь. Это парк развлечений Neverland, который построил Майкл Джексон. С картой. Со всеми аттракционами. Очень так интересно посмотреть. Дальше. Знаменитая песня «Smooth Criminal». Многие до сих пор задаются вопросом, как вот так вот он умудрялся стоять. Ответ довольно-таки простой. Дело в том, что Майкл Джексон разработал специальную обувь. Сейчас вам покажу. В которой подошва была присоединена к полу. За счет этого умудрялся каблук, заходив в такой паз. Благодаря этому он не падал. Да, вот какой-то патент. Это копия патента на эту обувь. Майкл Джексон, видите, как был он не просто звезда. Как певец. Но еще и гений. Этого парня все знают. Обратите внимание, что я говорю. Джексон с каждой иллюстрацией все белее и белее. А начинал вот таким вот. Презентация его альбома History. Ну, думаю, этого парня тоже представлять не нужно. Со всеми Джексон дружил. Со всеми общался. Масштабное шоу, масштабный костюм. Все. На высшем уровне. С сестрой. И с его супругой Лизой Пресли. Это у нас 1987 год. По 1995 уже события описаны. Копия их брачного контракта. Знаменитый клип. You're not alone. Но эта фотография лишний раз доказывает то, что Майкл Джексон в душе всегда остался ребенком. Честно говоря, я не знаю, в каком городе установлена эта статуя. Похоже, как на Прагу. Опять же, грандиозные костюмы, грандиозное шоу. Говорят, что в этот момент он был без носа. Это, если не ошибаюсь, его последняя жена. Это знаменитый суд о педофилии, в который обвинили Майкла Джексона. Но если кто помнит, его полностью оправдали и доказали, что он не виновен был. Что это все была пиар-акция. Только непонятно кого. Последний его альбом This is it. После чего тролля поп-музыки не стало. Это уже его похороны. Показана панихида. Это копия его завещания. Полностью. Кому что он завещал. Отцу он ничего не завещал. Все близким, все друзьям, все детям. Отцу ничего. Но это связано, если не ошибаюсь, с тем, что отец его никогда не любил. Здесь показана панихида в разных городах. Украина, Россия, а также в разных странах. Украина, Россия, Чехия. Гроб короля. И, в принципе, все. В конце документ о том, что панихиду разрешил штат Калифорния. И, в принципе, все. Вот эти вот знаменитые ботинки, о которых я рассказывал. Как они крепились, как они делались. Ну, все. Пока что это все. Следующий обзор, если вам понравится, я сделаю такой же книги, как и история Майкла Джексона. Это энциклопедия героев Марвел. Она также приобреталась в книжном магазине в Бостоне. И третья книга, которую я приобрел, это книга-музей о Бэтмене. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. До новых встреч, до новых обзоров. До свидания.